3 глава 2 стих Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот это слово одобряют, оно настораживает. Мы иногда и тоже хвалим кого-то, одобряем. А что? Те люди, которые творят злодейство, это не самые главные злодеи. А вот те, которые одобряют их, которые научные обоснования подводят под это. Ленин никого не расстреливал, запомните. И Гитлер никого не сжигал. Они только одобряли тех, кто это делает. Выдавали награды им, зарплату, повышенную пенсию. Да, люди, которые в этих органах работали, расстрельные команды, они были на госучете. И это не сегодня пришло. Если сектант, и ты его поддержишь, он тебя будет одобрять. Если ты правду будешь говорить, не похвалят. А когда хвалят? Когда сходятся с их мнением. Видите, здесь сколько размышлений. Нам важно сегодня посмотреть, что одобряют в православии. За что? Вот одобряют сегодня всех, кто ходит в крестные ходы. Открылась уже сезон паломнических групп. Прямо публикует в газете. Все, записывайся. Плати деньги надо. А мы не одобряем. Я считаю это злом, большим злом. Когда люди толпами бродят, где, зачем, никто не знает. Мы всех подробностей не знаем. Я только разговариваю иногда с паломниками. Что там бывало, как, с чем. Ведь это кто-то одобряет. При самом начале толкает. Сегодня уже в этот ход не священник, а епископ уезжает. Сегодня милиция содействует, охраняет их. Вот сейчас крестный ход идет с Владивостока до Москвы. В мае он заканчивается. И со всех городов, с юга, с севера, люди вливаются в этот ход. И одобряют, и пишут. А ведь ничего подобного-то не было. Христос послал по два. Вот есть крестный ход. И крестный смысл страдания. Тебя будут бить, гнать в одном городе, в другом. Вот это надо одобрять. А они как раз этого не одобряют. Все перевернулось сегодня. Ну что православие будет одобрять сегодня? Храмы. Запомните, храмы и везде храмы. Сколько их еще разрушенных. А они не нужны. Там некому стоять в храмах. Не молиться, а стоять некому. И только их валятся постоянно. А у нас колокол самый большой на всю Сибирь. Или храм по высоте самый большой 54 метра. Вот такие закатывают. Не вагоны, а составы кирпича загоняют туда. И это ничего не дает. И Господь говорит, камни на камни не оставлю. Одобрять надо то, когда человек отвергается самого себя. С радостью берет все, что Бог посылает ему. Скорбе, печали, болезни. И следует за Господом. Прямо по Писанию. Нас интересовать должно то, кого мы одобряем. Кто нас одобряет. Вот несколько мест Писания. Псалом 48.14. Перечисляется. Людей, живущих неправильно. Говорит, этот путь и есть безумие их. Хотя последующее за ними одобряет мнение их. Нас ведь никто не одобряет. Вот наше сегодняшнее положение здесь не одобряет. Хотя мы ничем не провинились. Согласились с соборным решением. Но их это не удовлетворяет. Им нужно нас распылить, развеять и прочее. Пока еще терпимо год не прошел. Впереди еще 4 года. Не будем загадывать, что будет. Но только одобрять нас не будут. И особенно свои, которые уже вошли в Патриархию. А они одобряют тех, которые полностью туда влились. А мы ничего не потерпели. Да, мы признали, тем более не сегодня. Мы всегда признавали благодатность. Что Московская Патриархия, это не учреждение просто. А там есть пастыри, архипастыри. Которые имеют законное укоположение. Об этом решают. Никогда не вторгайтесь в слово благодать. Бойтесь этого. Не одобряйте тех, которые говорят, а там нет благодати. Благодать это не то, что видимо глазом. И не то, что ощутить можно душою. А только согласно Слову Божию. Барана можно было зарезать в любом месте. Это кроткое животное. Но везде это было бы проклятием, кроме одного места благословенного в Иерусалиме. И в другом месте нельзя. И смешать разные составы можно, как написано здесь. Но везде это будет проклятие и смерть. Благословение будет там, только где левитый и где первосвященник. Так и церковью называется только то, что основано Господом. И мы можем одобрять только то, что находится под епископской гланью. Какой бы он ни был, пока стоит, пока Бог терпит. Деяниях апостолов, 8 глава, 1 стих. Что одобряют люди, делая зло? Ну, сейчас как-то маленько давление власти, а слабо, да? Тоже кое-где есть еще давят. Нас просто Бог особо ведет так. Не трогают. А были такие уполномоченные. Это страшное дело. Специально государством поставленные люди, которые люто ненавидят церковь. Они выкручивают руки священникам, архиереям, кого поставить, вызывают. Ставят на колени. Сейчас только открывается все. Мы вчера, подавчера, получили материалы из Америки. И рассказывает человек, не один, который весь этот ад прошел. Что с ними там делали? У баптистов, у православных рассказывает баптист. И все ради сохранения церкви. КГБ, органы вызывают. Человек не соглашается. И они ему рассказывают, по карте показывают, вот это вот общины, которые полностью нам покорились, пресвитера. Это красные. А вот наполовину еще непонятно, совсем они смирились, это это синие. А вот черные, это те, которые у них на карте. Здесь Советский Союз. Я-то выглянул, сразу вычислил, где уже все палите. А потом говорят, мы тебе слишком много показали. Живой ты уже оттуда не выйдешь. И дальше начинаются пытки. В камеру прокаженных кидают. И не тот, а второй человек по области. Второй заместитель первого секретаря. Он в камере на коленях. Он баптист. Он баптист. Но я, говорит, не знаю, если я стоял сутки или трое на коленях. Я этого не знаю. Потому что двинуться нельзя. Они решили так. Заразить сразу умрет. А надо, чтобы медленно он там нос отпадал, уши сгнивало. Камера прокаженных вывели. Его туда затолкали. И он встал на колени и молится. Молится. Ел он, не ел, ничего не говорится. Наконец на третьи сутки дверь открывается. Охранник говорит, выходи. Твой мучитель сдох. Он поехал в Москву. Там гостиница сгорела. Вот писали. И он там сгорел. Ну, это в житиях святых мы читаем такое. А он баптист. Бог видит страдания любого человека. И через эти страдания Господь желает его привести к познанию истины. А его одобряли многие. Хорошо, так их надо давить баптистов. Никого не останется в живых. В конечном счете еще на суде Божьем будет. Еще все будут просить прощения. И он сам рассказывает. И тут же сообщает похороны. Уже он умер. Там 80 с лишним лет. Я под большим впечатлением нахожусь как раз по этой теме. О чем я хотел сказать. Недели думал и такая помощь пришла. И они одобряют это. Безбожники. И одобряют сегодня голосуют за тех, чтобы избрать коммунистов сегодня. Вы понимаете? Бог проклинает эти выборы. Где люди за недобрых отдают голоса. За палачей, которые убивали людей, которые ни в чем не повинны. Слово Божие говорит так. Савл же одобрял убиение его. Деяние 8.1. Его убивают. Я вот закрывал шторки. Немножко там рукой промазал. Я в трубу сразу. Вот видите, кровь на руке течет. И больно. А это камнями бьют. А он стоял и одобрял. И он очень хороший Савл-то. Он замечательный человек. Он не порочный. Не курил, не наркоман, не пил, не блудничал. Я, говорит, по правде законный, не порочный был. Но у нас ни одного такого не найдешь сегодня в городе. Как он строго соблюдал закон. Но! Когда убивали кого-то, он поднимал голос. Я голосовал и одобрял его. Деяние 8.1. И потом, когда он придет в сознание о Духа Святого, кто он был? Я, говорит, изверг. Я не достоин называться апостолом. Но Бог избрал, меня поставил. Никогда не одобряйте там, где подается голос на плохое, от раскулачения. Люди голосовали. Обыселить его, лишить его права голоса. Ну, было это поражение в правах. Тех, которые голосовали, ни одного нет людей сегодня. Их вообще нет, этих людей. А тех, которые были в ссылке, в Нарыне не возвращаются все еще живые старики. Бог так делает. Никогда не участвуйте там, где будут одобрять что-то злодейское, пролитие крови, как вот здесь говорится. Любое зло. Здесь впереди Павел перечисляет. Встань в сторонку, плачь и молись. Не прав был патриарх Ником. Наступили тяжелые времена. И стали с него снимать одежду, разжаловали его в монахе. Патриарх с собаком он воевал. И епископа один с другим старались ревноваться, а что сорвать? Он только сказал, по жемчужинке разделите, вам всем хватит, разбойники. А один епископ Кротки отвернулся в угол, говорит, уткнулся и плакал. Все будут наказаны, а тот в углу спасся. Не одобряй этого. Человеку и так тяжело. Ты видишь, враг твой пал, не порадуйся. Богу это не угодно. И он поразит тебя. Ты слышишь, твой враг пал. И тогда поскорби. Деяние, 22 глава, 20 стих. И когда проливалась кровь Степана, я одобрял убиание его. Прошли годы. Апостол Павел выступает перед людьми, которые и Степана, может, не знают. И он снова напоминает. Я не могу себе простить. И тебе тоже голосовал. Да. В этом каяться придется. Это мы поем, что слава Отцу и Сыну и Святого Духа. Не все ведь так поют. Или аллилуйя, аллилуйя. А потом по-русски слава тебе и Божия. И мы пели слава КПСС, КПСС, а потом слава Коммунистической партии Советского Союза. Это то же самое было. Голосовали, одобряли, ходили на минифестации 1 мая везде. Каяться в этом нас. Вы поддерживали эту убийственную сатанинскую власть. Одобряли убиение фактически многих. Я говорю, ты сейчас верующий. Но Коммунистом ты был. Ты в этой разбойной банде был. Но я же ни в чем не участвовал. Своим присутствием ты одобрял это. Мне приходится говорить с близким нам человеком. Ты был в партии в этой? Был. Всю жизнь. Кайся в этом. И постарайся, где ты писал заявление, вырвать оттуда это заявление у них. Выпроси, умоли, на колени встань, чтобы отдали тебе назад, когда ты писал заявление о принятии в партию. Где ты был? В послании к римлянам 14.18. Кто с ним служит Христу по правде, тот угоден Богу. И достойно одобрения от людей. А о чем говорит? А о том, что люди, которые до Христа идут и все отдают. Какие люди достойны одобрения? Мы должны видеть, доброе делает доброе. Благословен Господь, где бы Он ни был. И постарайся там вести православное учение. Примудрец Соломона 15.19. Люди кланяются разным идолам. И Соломон увидел все это и говорит. Вот поклоняются и крысе. Ну какой же это Бог? А другие змеи. И в житиях считаешь, и там змеи. Тысячи, сотни тысяч змеев. Он говорит, они даже некрасивы по виду, эти их боги. Как другие животные. Чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия. Ну это мы не знаем, конечно. Но Соломон так считает, что одобрение Божие заключается в том, что красивый вид и нам это нравится. Может быть по-человечески это и так, а по-больше это. Это Божье творение все равно. Но и так. Кому кланяются? Кого люди посчитают? Ну посмотри, внимательно приглядись. Вот на разные портреты, как они стоят. Сегодня считаю, задают сложеницы на вопрос, как вы считаете. И задает не кто-то, а лауреат Нобелевской премии ему задает. Ленин злой нет. Он говорит, я с ним встречался еще с того времени. Более злого человека, говорит, я думаю, на свете не бывает. Для него ничто не значили люди. Он не понимал слова милосердия, помилования. 90% согласен было расстрелять, лишь бы только 10 зашли в коммунизм. И люди голосовали. И по сегодняшний день еще не молятся, что Бог от этой скверно освободил Красную площадь. И все одобряют и одобряют решение. Партия одобряем. Все стояли и голосовали. Голосовал. За смертные доски кайся. Ты голосовал за духовную смерть страны. За духовную смерть внуков своих, которых сегодня к Богу не привлечешь. Сирах 10-15. Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. Их много, да. Они хлопают в ладоши, одобряют. Их награждают за это. Вот, знаете, царское время. Люди воюют. Награждают их. При царе награждали. Георгиевский крест. Награждают во имя Христа крестом. Который умер за грехи людей. Говорил, убийцы царствия Божия не наследуют. Это все во имя Христа делалось. Никогда этого не одобряй. Присваивают звания, героя, все. А ты скажи, этот человек убил другого. Ему не награда нужна. Ему надо плакать. Сегодня ждут ветеран войны, вот столько-то он. Ну, ветеран войны. Это позиции верующего, рассуди. Этот человек достоин большой эпитемии, Василий Великий говорит. О нем надо плакать и молиться. А мы чествуем ветеранов. Ветерана труда, да. Так они нас защитили от чего? По истории мы сегодня видим, никогда более благоприятно Россия не жила, как подвигом Чингисхана. Татары-монголы когда были. Большую свободу русские люди, говорит, никогда не чувствовали. Сегодня уже все показывают. Почему? На священников вообще налога никакого не было. Церкви все открыты были. Ни одной церкви Чингисхана, кажется, не трогал совершенно. А нам все время показывали по истории. И поэтому то плохое считали, а это самое хорошее. Самое хорошее тогда, когда Бог дает свободу духа. Свободу считать Писание, молиться. Свободно в том убеждении, в котором ты находишься, воспитывая детей своих. Серахов 42.20. Его не всякую стыдливость хорошо соблюдать. И не все всеми одобряется поистине. Бывает стыдливость, человек боится пойти на благовестие. Это неодобрительно. Ты одобряешь то, когда человек смело выступает, как лев. Он ничего не боится. Он свидетельствует о Господе. Серахов 43.8. Не стыдись вразумлять неразумного и глупого и престарелого, соседующегося с молодыми, и будешь истинно благовоспитан, и заслужишь одобрения. Сколько умерущего открыто перед ним, какое поприще. Люди мира могут осудить, сказать, а он неуважительный, со старшим разговаривается. Надо знать, как разговаривать. Но если неправто и старого обличи, и неразумного, и глупого, и престарелого, нужно вразумлять и просить у Бога на эту милость. Иеремия 9.23. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, и да не хвалится богатой богатством своим. Это одобрять не надо. Вот хвалят, она мисс красоты, а еще что там было-то? От нее это не зависело, какая она родится красивая, а она некрасивая, высокая, невысокая. Но хвалящийся хвалит, что знает Господа. Одобре этого, скажи, этот человек не знал, был в таком положении, и в церковь не ходил, а вот решился, пошел, и уже сколько лет идет, не колеблюсь. Слово похвала у нас часто выходит, но кого хвалить, надо учиться. Бабки захваливают своих деток. Что бы они ни сделали, ты не одобряй этого. Не позволяйте лишним им, потом вам с ними не справиться. Сегодня заискивающие правители смотрят на Запад, как их одобряют. Всякую мерзость. О безопасном всех в школах преподают. Это же преступники, их сегодня надо судить и никогда не упускать даже оттуда. И что интересно, пришло все с Америки, в Америке это все уже под запом. Там поставили задачу, чтобы ни одного аборта не было. За последние 20 лет, чтобы на 75 миллионов население Америки увеличилось. Даже мечтать об этом здесь не могут. А бросы всю блевотину гонят сюда. Я вам говорил молиться о правителе. Какие правители будут? А может быть по нашей молитве изменятся. Чтобы эту мерзость всю выбросили. Чтобы в школах преподавали закон Божий. Чтобы слово Божие с малых лет входило в души детские. Не одобряйте ни одного закона, который идет против Бога. Косвенно. Не надо. Вот и тот голосует. Спрашивает, ты верующий? Ну как ты мог голосовать? Это неверующий действительно. В царе земли. В царе земли написано любодействие. Они все любодеями названы. Видите, этот мир прелюбодеянный и грешный. Это дух разврата. За кого голосовать не знаю. Мы не запрещаем. У нас разрешается. Но я понять абсолютно не могу. Кого ты выбираешь? Ты с ним ни разу не встречался. Не пил, не ел. В комнате у него не было. Ты голосуешь, чтобы он был руководителем. Какой же он будет руководителем? Так это ты его не знаешь. Как можно выбирать? Ведь только ты подумаешь, что ты делаешь. А как же ты? А я слушаюсь. Я молю Бога, и Господь даст мне послушание. В первую очередь я молюсь о себе. Какой бы он ни был, без своей воли он не придет. 2 Коринфянам 10.18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Сегодня так. Если единомышленник в каком-либо зле его будут одобрять. Одобрять шпионов, героев им присваивают, что они там где-то делают, посылают, кому-то яд подсыпать, кого-то убить. И одобрять, какие они хорошие эти люди, как они умели это дело сделать. Мы можем одобрять только тогда для человека, когда он раскаялся. И сказать, вот человек воистину просветлел перед Богом. Он был как гнилой оболот, а сделался благуханным миром. Апостол Павел говорит так, что люди знают праведный суд Божий. Знают, это верующие, что делающие такие дела достойны смерти, но только одобряют. Хотя я показал по Писанию, касается это всех людей, но особенно, что находятся в церкви. В церкви можем одобрять только порядок. Никогда не одобряйте то, что не по слову Божию, что торговля в храме. Все это отвратительно перед Богом. Перед Богом ценно то, что согласно с Его святой волей, чтобы звучала проповедь. А сегодня, ну, вышестоящие одобряют, что налоги платят священник, платят. Замечательно. Храм у него, посмотри, какой иконостас обновил, он хвалит это. А хвалить надо не это. Пусть будет менее украшен храм, не золотом, но чтобы души блистали, как золотом. И чтобы награду нам совокупно получить перед Богом, на небе. Они знают праведный суд Божий. Это, конечно, говорится о верующих. Нет, они ничего не знают. Значит, это касается нас. Будьте осторожны с похвалами. Хвалите только то, что воистину достойно похвалы. И скажи, всегда, когда ты говоришь о вере, все, что говорится об вещаниях, благах, это все в церкви. Вне церкви нет спасения. Не будет у нас епископа, мы сразу в тот же день, если будем отрекать, делаемся сектой. Не одобряйте никого, кто отходит от церкви. А в каждую молитву вкрапляй. Господи, сохрани нас в церкви Твоей святой и православной. Аминь. Аминь.